Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Не предали забвению. В Сочи вспомнили первый день Великой Отечественной войны. В Сочи КамАЗ опрокинулся при разгрузке. Авария произошла вечером на центральной набережной. В Сочи отметят столетие комсомола. Как именно решит Оргкомитет. Первые идеи уже есть. Золотые женщины. Тренеры сочинской спортшколы привезли золотые медали Всероссийского мастерского турнира по самбо. Не предали забвению. Но Кубани вспомнили первый день Великой Отечественной войны. Ровно 77 лет назад в 4 утра немецко-фашистские войска напали на Советский Союз. 14 тысяч человек приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти». Колонна собралась на театральной площади Краснодара еще до рассвета. И под голос Юрия Левитана и военные песни прошла по улице Красной до Северной. Вместе с горожанами почтить память солдат пришли глава Кубани Вениамин Кондратьев, председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, руководители мэрии Краснодара и представители силовых структур. У Вечного огня тысячи людей отдали дань памяти и возложили цветы к мемориалу. Тогда, 77 лет назад, никто и представить не мог, какую цену придется заплатить за победу, сказал губернатор, обращаясь к собравшимся. Четыре долгих года, 27 миллионов убитых, сожженные до тла города. Фашист прошел и по кубанской земле, оставив за собой страшный черный след. 500 тысяч убитых и замученных жителей Краснодарского края. Разграбленная, разоренная земля. Но остался несловленный дух нашего народа. Мы сегодня зажигаем свечи памяти о тех, кто прожил эти страшные, чудовищные годы Великой войны. О тех, кто погибал, отдавал свои жизни за нас с вами. Пока мы помним, будут жить герои Великой войны. Вечная слава народу, нашему народу, потомками которого мы являемся народу-победителю. Светлая память. Героям. В такие дни приходит особое понимание значения подвига совершенного военным поколением. Победа досталась дорогой ценой. Низкий поклон старшему поколению, которое вынесло на своих плечах войну и послевоенную разруху. Мы в неоплатном долгу перед ними. На площади памяти героев горожане почтили солдат, которые отдали свою жизнь за победу минутой молчания. В завершении митинга реквиема под звуки симфонического оркестра прозвучали песни и стихи о войне. Весь день к мемориалу воинской славы. Сочинцы также несли траурные венки и цветы. Многолюдно там было и ранним утром. В 4 часа утра горожане пришли на мемориал со свечами памяти. На рассвете германская авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и многим городам. И также на рассвете в 4 часа утра сочинцы пришли на мемориал воинской славы, чтобы почтить память всех 27 миллионов советских солдат, ценой жизни которых и была остановлена кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей. К братским могилам горожане пришли с зажженными свечами – знак уважения и памяти о героях, погибших за родину. Среди собравшихся на митинги в основном молодежь, и для них это мероприятие традиционное. Я считаю, что это правильно, это надо передавать следующим поколениям, потому что это очень важно. Важно помнить наших героев, потому что сейчас историю хотят переписывать, и нужно помнить, кто был настоящим героем. И наши деды и наши прадеды совершили подвиг. Это, во-первых, патриотично здесь быть. Я воспитана так, кто, если не мы. Потому что ветеранов сейчас осталось очень мало, и мы, наверное, последнее поколение, которое видит всех. И для нас это герои нашего времени. За жизнь грядущих поколений отдали жизнь свою в бою. Идут года. В тревожном гуле осталась далеко война. Но здесь, у грани обелиска, в молчанье голову склонив, мы слышим грохот танков близко, и рвущий душу бомб разрыв. Уже в 9 утра свечи у Вечного огня сменили траурные венки. Возложил цветы к Вечному огню и глава города Анатолий Пахомов, а также представители всех силовых подразделений, депутаты, а в целом несколько десятков горожан от мала до велика. Линия фронта не дошла до курорта, но тысячи сочинцев после объявления войны ушли на поле боя. У меня папа, участник боевых действий, пришел с фронта, участник, давал на Курской дуге, пришел с фронта раненый. После этого он еще 40 лет был директором школы. Папа, пока жив, война все время была рядом со мной в нашем доме. Замечательный человек высокой культуры, высокой нравственности до конца. Учил нас, что нужно отдавать долг родине, любить свою родину и быть достойным человеком. Для меня этот день очень знаменательный. Всего же Сочи отправил на фронт 18 707 человек. Многие пропали без вести, кто-то вернулся, кто-то погиб, защищая родину. Здесь же, на мемориале воинской славы, захоронены солдаты, умершие от ран в сочинских госпиталях. В 1941 году Сочи стал крупнейшей госпитальной базой. Город вернул к жизни около 400 тысяч раненых бойцов. Не меньше героизма проявляли и те сочинцы, которые остались в городе. Школы работали под девизом «Все для фронта, все для победы». Совсем юные ребята собирали посылки, отправляли их на фронт, выходили на оборонные работы, опять-таки помогали в госпиталях. Великая Отечественная война тогда затронула каждую семью. Сегодня же отмечают ветераны. Задача каждого – знать историю и помнить тех, кто, жертвуя собой, сделал все ради мирного неба. Инга Габейша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сегодня же траурные венки на мемориале воинской славы возложила немецкая делегация, которая прибыла в Сочи в рамках Чемпионата мира по футболу. В составе делегации – представители посольства Германии, Немецкого футбольного союза и Немецко-российского форума. Также цветы к вечному огню возложила молодежь. Ребята приехали в Сочи, чтобы наладить более тесный контакт со сверстниками из России. «Я рад, что в рамках Чемпионата мира нашей молодежи и спортивного союза выпала возможность провести более тесные встречи с российской молодежью. Также, пользуясь случаем, мы хотим еще раз донести до молодых людей, какие невзгоды приносит война. Нам нужно дружное сосуществование. Что касается футбола, то мы рады тому, как российская сборная стартовала на этом мундиале. Германия на собственном опыте поняла, какого единства можно достигнуть с помощью футбола. И мы будем болеть за всех нас». «Мы знаем, насколько важен этот день для россиян. Ведь именно Советский Союз тогда пострадал больше всего. Много жертв принесла та война, которую развязала гитлеровская Германия. То, что мы сегодня здесь – это знак уважения и почтения памяти павших. Но мы не должны останавливаться на том, что мы просто чтим память павших. Именно поэтому мы пришли сюда с молодыми людьми, которым говорим, что самое главное – жить в мире. И что наше взаимопонимание, уважение прав человека и дают нам эту гарантию». Завтра, 23 июня, немецкая сборная по футболу сыграет с командой Швеции на стадионе Фишт. А на стадионе Ледяной Куб завтра же состоится товарищеский матч между сотрудниками администрации Сочи и руководством федеральной земли Бранденбург. 24 июня на площади флага пройдет турнир по уличному футболу, в котором примут участие 16 российских и немецких команд. К другим новостям. Определение исторических границ Краснодара, борьба с точечной застройкой и создание зеленого пояса вокруг города. Об этом говорили на заседании Общественного градостроительного совета при губернаторе. Архитекторы, жители города и чиновники пытались найти решение самых наболевших проблем краевой столицы. Все подробности у наших краснодарских коллег. Реклама на вывеске жилого комплекса обещает комфортные условия рядом с центром Краснодара. Стройка в самом разгаре. Неподалеку по той же улице Школьной возводят еще дома. В общей сложности появится 1300 новых квартир, заселиться в которые должны 2500 жильцов. Правда вот школа в этом районе одна и та переполнена, работает в три смены. Похожая ситуация на улице Старокубанской. Там возводят комплекс, рассчитанный на 14 тысяч человек. Такая громадина занимает большую площадь, которой как раз и не хватает для строительства школы и детского сада. Проблемы новых жилых комплексов списаны будто под копирку. Об этом сегодня не раз говорили на заседании общественного градостроительного совета при губернаторе. Мы договариваемся, договариваемся, но что-то наши договоренности на практике никак не реализуются. Не бывает так, когда мэрия или архитектор, бизнес строительный, они не хотят жить по-новому. Ну и горожане не хотят жить по-старому. Мы договаривались, значит, точные застройки, договаривались. Ну и почему она продолжается, я не могу понять. Коллеги, тут не надо же меня выставлять монстром. Я реально понимаю, что город должен развиваться, он должен строиться. Но строиться комфортным. Мы же договорились, город должен строиться комфортным для жизни. Не только квадратные метры, а жизнь должна поселяться в этих квадратных метрах, в этих кварталах. Если у вас на 14 тысяч жителей этот квартал, микрорайон, можно сказать, целый, небольшой, то тогда где благоустройство, где комфорт, где социальные объекты, а не где? Вот об этом кто должен думать? Мэр Краснодара заверяет Вениамина Кондратьева, что ни одно разрешение на строительство без детального проекта планировки не выдается. В таких документах, уточняет губернатор, должны быть указаны не только школы и детские сады, но и четко прописанная концепция всего жилого района, вплоть до бульваров и скверов. Но даже там, где, казалось бы, социальные объекты утверждены на бумаге, возникают сложности. На данный момент запроектированы школы и детские сады как в гидрострое, так и в молодежном микрорайоне. Но на данный момент строительство жилых комплексов опережает сроки сдачи этих объектов. Поэтому, вот, обратились жители гидростроя, то же самое, молодежного, просят о том, чтобы все-таки сопоставлять сроки сдачи социальных объектов. Позиция губернатора по комплексной застройке остается неизменной. Те, кто пытается отходить от утвержденных проектов, не должны в принципе заниматься этими вопросами. Я еще раз подчеркиваю, архитекторы будут меняться ровно столько, пока этот бардак не прекратится. Вот обижайтесь или нет. В противном случае, еще раз подчеркиваю, я стану полностью на сторону жителей и горожан, и максимально исходить будем из народного архитектора, у которого позволит образование, и фликация это делает. Потому что архитектор от мэра ничего хорошего не делает. Архитектурный облик Краснодара. Тема для города болезненная. Историческую часть краевой столицы пытались перекраивать под интересы строительных компаний. Чтобы не допустить этого, сейчас мэрия определяет границы исторического центра. Работа по-настоящему кропотливая и вызывает споры даже внутри профессионального сообщества. Спорят между собой ведущие архитекторы, специалисты в области охраны памятников. Для того, чтобы детально проработать вопрос сохранности историко-культурного наследия, планировочно-объемной документации, мы идем сегодня по квартально. Провели инвентаризацию всех непосредственно объектов в 94 кварталах центральной части города. Жители Краснодара, которые участвовали в заседании, также предлагают усилить контроль над водоохранными зонами, чтобы не допускать там строительства. А в независимом движении «Помоги городу», в которое входят неравнодушные краснодарцы, разработали концепцию водно-зеленого каркаса краевой столицы. Только вот достучаться со своими предложениями до чиновников, часть из которых сидит сегодня напротив, получается, не всегда жалуются общественники. Мнение обычных гаража. Я вот на их мнение ориентируюсь, потому что они выражают мнение жителей, по крайней мере, точно уже большинства. Те, кто просто живет в обычных квартирах и одноэтажных домах. Встречать это будет толк. А вы сидите все погнездо и думаете, кто-то где-то какую-то информацию донесет. Информация та, которая настоящая, где вы ногами пройдете, ее глазами своими увидите. А это будет настоящая информация. И они абсолютно правы. И встречи должны быть не на моем уже уровне, а на вашем. Регулярные с ними. Регулярные. Тогда многие вещи будете просто не допускать. А сегодня мы бьем по хвостам. Заседание градостроительного совета длилось больше трех часов. Но и этого времени, чтобы озвучить проблемы миллионного города, недостаточно. Вениамин Кондратьев попросил включить в состав совета горожан, которые участвовали сегодня в обсуждении. Его следующее заседание назначено уже на сентябрь. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. В ближайшие сутки в Сочи ожидается сильный дождь с грозой. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. Ну а в случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112. К другим новостям. В Сочи КамАЗ опрокинулся при разгрузке. Авария произошла вечером 21 июня над центральной набережной. Грузовой автомобиль потерял равновесие при разгрузке неподалеку от пешеходного спуска к концертному залу фестивальный. Водитель остался жив. Он успел выскочить до того, как грузовик опрокинулся. И продолжаем. 45 выпускников из 15 стран мира получили дипломы Российского международного олимпийского университета в Сочи. Они прошли годовой курс по специальности мастер спортивного администрирования. В зале для торжественных церемоний студенты Олимпийского университета появились в мантиях выпускников. В основном это работники спортивной отрасли, известные атлеты, в том числе чемпионы мира и Европы, и представители национальных олимпийских комитетов. В течение года они учились у лучших педагогов со всего мира. Видели изнутри фестиваль молодежи и студентов, Формулу-1, Всемирный боксерский форум. Как отметили выпускники, это лучшая практика для спортивного менеджера. Сегодня выпускников престижного учебного заведения приветствовал новый глава Олимпийского комитета России. В настоящее время как никогда такое образование востребовано в спортивной отрасли и в частности в Олимпийском комитете России. Поэтому мы будем продолжать сотрудничество с Формулу и безусловно все выпускники, особенно те, которые наиболее успешно закончили обучение и написали диплом, будут востребованы в работе в Олимпийском комитете России. Уже второй год подряд по единственному международному рейтингу спорт бизнес интернешнл университет занимает второе место в Европе. Мы заняли его в прошлом году, удерживаем в этом. В Олимпийском университете действуют и краткосрочные курсы. Их слушателями стала и большая часть сотрудников администрации города Сочи. Уникальные знания, которые дают в ВУЗе, отметил Анатолий Пахомов, необходимы управленцам любого уровня. Наверное, нет ни одного сегодня сотрудника администрации, который работает в департаменте спорта, либо в департаменте по организации событийных мероприятий, чтобы они это не прошли. И, конечно, для нашего города это большая честь, это большая привлекательность, потому что здесь обучаются студенты со всего мира. Кроме того, многие выпускники после обучения в РМОУ остаются работать на объектах Сочи, ведь город принимает в том числе спортивные события мирового уровня. Добавлю, что обучение в Олимпийском университете по годовой программе «Мастер спортивного администрирования» с 2014 года в Сочи уже прошли 198 студентов из 48 стран. В этом году исполняется 100 лет со дня образования комсомола. Дату будут отмечать 29 октября. Глава города Анатолий Пахомов обсудил с коллегами, как лучше провести мероприятие, отражающее историю праздника. Планируется провести масштабное действие с привлечением молодежных организаций города. А в Сочи их около 300. Там занимаются школьники, подростки. Всех их 29 октября снова объединит комсомол. В советские времена значок комсомольца был предметом отдельной гордости. А в Великую Отечественную войну именно комсомольцы сами вызывались идти на передовую. В Сочи до сих пор сквер у главпочтамта называется комсомольским. Глава города убежден, отворачиваться от положительного, а прошлого нельзя. И рассказать нынешней молодежи о славном историческом поколении необходимо. Комсомольские стройки, бам там, стройотряды. Это надо сегодня тоже, Виктор Петрович, мне кажется, что собрать всех, и пусть это пролетит эпоха, столетия. Что эта история, мы ее из своей памяти и из истории никогда не исключим. И сказать, что да это же хорошее все было. Создан комитет по организации праздничного мероприятия. Будет разработан подробный план. Задача организаторов – рассказать юному поколению об активных сочинских комсомольцах. И все лучшее привнести в сегодняшнее воспитание молодежи. Как я провел лето. С сочинением на эту тему у сочинской детворы проблем не будет. Для них на курорте подготовили программу занятости. Дневные и круглосуточные лагеря, санатории, досуговые площадки. Летом сочинской детворе скучать не приходится. Все подробности в нашем следующем сюжете. В третьем лицее по расписанию веселые старты для поддержания физической формы и командного духа. Повышенная подвижность и крики радости на площадке, в отличие от школьных классов, только приветствуются. Мне, если честно, в лагере сильно хорошо. У меня тут друзья, играю. И мне очень нравится. А что тебе больше всего нравится? Веселые старты. Вот, скоро моя очередь. Лут, давай! Давай! Десятилетний Миша – участник второй смены лагеря дневного пребывания. Всего 110 учеников коротают свободное время в родной школе. А вот четвероклассница Женя предпочитает активным играм творчество, но со спортивным уклоном. Мелом на асфальте она рисует российский триколор в поддержку сборной по футболу. Мы гордимся нашей страной, нашей командой. Мы решили поддержать наших футболистов и нарисовали флаг России. В самой школе открыли цех по производству футбольной атрибутики. Все необходимое для настоящего болельщика ребята делают собственными руками. Каждый год для наших ребят мы придумываем что-нибудь новое. В этом году, так как у нас проходит чемпионат мира по футболу, мы обратились к этой тематике. И у нас очень много разных игр и мероприятий связано с этой темой. Мы отправляемся в виртуальные экскурсии по странам футбола. А помогают нам в этом наши ребята, которые работают волонтерами на чемпионате мира по футболу. Неудивительно, что желающих попасть в лагерь хоть отбавляю. Но те, кому это все же не удалось, не остались за бортом активной жизни. При школе днем и вечером работают тематические площадки. Это наш любимый уголок. Мы называем его фонтан желаний. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Для моторики еще, да, у нас очень такая интересная вещь. Дети здесь любят находиться, потому что, ну, вода, да, у нас фонтан такой похожий. Вот, не знаю, у них ассоциация с медузой, с космической. И, ну, здесь достаточно часто бывает, как раз сказать, ну, очередь. Зарядиться энергией и разрядиться эмоционально. Есть в лицее и комната психологической поддержки. Сейчас, к примеру, арт-терапия. Ребятам постарше расслабляться некогда. Они участники другой программы летней занятости. Девочки, сегодня ваша задача убрать, вытереть откосы, вытереть решеточки на окнах, убрать паутину. А ты, Андрей, будешь сыграть. Работа может и пыльная, но прибыльная. За труды подрастающие поколения получают от трех до семи тысяч рублей. Андрею Панкратову 17 лет. Через год планируют поступать в автошколу. Деньги на обучение начинает зарабатывать уже сейчас. Первое – это то, что идет рабочий стаж в трудовую книгу. А второе – это накопить на обучение в автошколе. 16-летняя Елизавета Григоращенко перед выбором – продолжать учиться на юриста или пойти в медики. Работа в стоматологической поликлинике позволяет хоть одним глазком взглянуть на будущую профессию. Я хотела устроиться всегда на такую работу, потому что мне нравится медицина. Я хотела быть ближе к медицине всегда. И мне предложили вакансию, и я согласилась. Всего же в Сочи для подростков было создано 720 временных рабочих мест практически во всех сферах. Заработать первые деньги смогли ребята от 14 до 18 лет. В основном, конечно, трудовые договоры заключались с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Да и в целом, программе летней занятости – основной упор на эту категорию. Традиционно у нас есть такая форма отдыха, как предоставление путевок краевых для детей, проживающих на территории муниципалитетов. В этом году особое внимание в этой программе уделено именно детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Путевки выдаются детям, которые живут в многодетных семьях. Это путевки для детей-инвалидов и путевки для детей-сирот. Для остальных – бонус в виде 50-процентной компенсации стоимости путевки в санаторий или лагерь. В распоряжении детей – 16 здравниц, два палаточных лагеря. Взобновили свою работу летом и площадки нашего двора. Их на курорте – 146. По данным городской администрации, порядка 98% юных сочинцев проведут жаркий месяц с пользой. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Тренеры сочинской спортшколы номер 17 привезли золотые медали Всероссийского мастерского турнира по самбо. Всероссийский мастерский турнир по самбо среди женщин на призы клуба «Патриот» состоялся в Новороссийске. В состязаниях приняли участие мастера самбо из всех регионов России и стран СНГ. Прибыли и самбистки из Луганской Народной Республики. Боролись в девяти весовых категориях. При этом на турнир допускались спортсменки, имеющие квалификацию не ниже первого взрослого разряда по самбо. В Сочи на Всероссийском турнире представили тренеры-преподаватели детско-юношеской школы номер 17. Спортсменки из спортов общества «Динамо» Екатерина Поликашина и Анастасия Ячевская. В своих весовых категориях они заняли первые места. Ну и в завершении информация от партнеров программы. Санаторий Черноморья приглашает в лечебно-диагностические и спортивно-оздоровительные центры. К вашим услугам крытые открытые бассейны и теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.